Добрый день, дорогие друзья, к видео филиппинской жена и ее мир. Подписчик Мишган написал комментарий, просил рассказать, как выбирал я жену, ну и другие вопросы. Я ему обещал рассказать историю, историю про филиппинку и американца. К сожалению, за весь день не получилось, были дела. Сейчас я постараюсь вам рассказать и одновременно задать вопросы. Вы, наверное, читали в интернете. Филиппинки меркантильные. Филиппинки голддиггеры. Филиппинки, выходя замуж за иностранца, переезжая в Европу, в Америку, бросают мужа. Особенно, если он в возрасте. Ну, естественно, как пять пальцев нашей руки, все люди разные, какой бы национальности они ни были. А какая же наша героиня, о которой пойдет сегодня речь? Примерно, когда ей было 12 лет, у нее промелкала мечта выйти замуж за иностранца. Ей нравились иностранцы, так как они высокие. Высокие, у них длинный нос. Вы, наверное, уже это слышали, если кто давно сидит на филиппинском ютубе. Это на самом деле правда. Филиппинкам нравятся иностранцы, потому что у них длинный нос. И вот в один прекрасный день филиппинка зарегистрировалась на сайте знакомств. Прошло какое-то время, и с ней списывается один американец. Откровенно говоря, филиппинка, составляя свою анкету, немножко обманула. Она прибавила 4 года. Между американцем и филиппинкой завязался онлайн-разговор. В итоге, где-то в октябре, в ноябре месяце, американец приехал на Филиппины. Девушка-филиппинка, кстати, она живет недалеко от города или деревни, где живет моя супруга. Примерно в час езды между их населенными пунктами. Это остров Минданава. Филиппинка, встретившись с американцем, увидела его, посмотрела. Он такой какой-то взгляд у него был невеселый. Смотрев на американца, она подумала, наверное, он садист. Вы знаете, что филиппинцы обычно улыбчивые, постоянно светятся. Но когда они начали разговаривать, она увидела, что перед ней стоит человек с большим сердцем. Так обычно называют людей добродушных, позитивных. Американец пригласил ее в Америку, оформил визу невесты. И в один прекрасный день наша филиппинка оказалась в Соединенных Штатах Америки. Обычно на пограничном контроле, когда прибывают то ли туристы, то ли другие визитеры, офицер ставит штамп на 6 месяцев обычно. И вот филиппинка в течение этих 6 месяцев должна была принять решение. Если они регистрируют брак, то, соответственно, оформляется грин-карта. Разница между филиппинкой и американцем 40 лет. Филиппинка согласилась. И когда она уже находилась в иммиграционной службе, оформляла грин-карту, поступил звонок. Ее муж получил сердечный приступ. Вы сами понимаете, что разница 40 лет говорит о том, что муж ее, так можно сказать, солидного возраста. Естественно, кроме прочих чувств о муже, у филиппинки промелькнули мысли. А если случится самое худшее, что ей делать? Что она будет делать в Соединенных Штатах? Тем более, она еще не получила грин-карту. Она никто. Как ей вернуться на Филиппины? Однако, муж поправился. Проходит время. У мужа второй приступ. Сердечный приступ. Но в этот раз рядом оказались сын и дочь американца. Они оказали помощь своему отцу. Ну, естественно, и медики. Проходит еще время. Американец у нас работал на траке. Когда он управлял автомашиной, его еще раз прихватило. В этот раз намного сильнее. Американец попал в госпиталь. Его оперировали. Естественно, как вы понимаете, после операции нужен уход. Филиппинка ухаживал за своим мужем. Ну, вы знаете, после операции даже человек пять метров не может пройти. Так как в таком состоянии американец уже работать не мог водителем трака, положение их семьи оказалось незавидным. А вы знаете, что надо платить за аренду. Не говоря уже о питании и других расходах. К этому времени филиппинка получила американский паспорт. Ну, вы, наверное, знаете. По браку обычно паспорт получаете через три года. Имею в виду американское гражданство. Муж предложил вернуться на Филиппины. Ну, вы знаете, многие американцы любят Филиппины. Живут на Филиппинах. Филиппины намного дешевле, чем Америка. Как вы думаете, молодая филиппинка, разница между мужем 40 лет. Она осталась в Америке или же поехала с мужем, больным мужем, старым, на Филиппины. Я вам скажу, какого возраста была филиппинка, когда выходила замуж. Ей было 20 лет, а американцу 60 лет. Вы в комментариях, пожалуйста, напишите, что вы подумали. Только правду. Какое решение приняла филиппинка? Оставаться в Америке, в стране возможностей, куда многие, многие, многие мечтают попасть. Или же обратно вернуться на Филиппины, в провинцию, где нет тех условий, которые есть в Америке. Надеюсь, вы уже написали комментарий. Или, по крайней мере, напишите ответ. Что вы подумали? Какое решение приняла филиппинка? Томить вас не буду. Филиппинка решила поехать с мужем. У них есть блог в Ютубе. Они делают видео. Мне буквально вчера ночью, под вечер, пришло уведомление. Появилось на главном канале их видео. Я посмотрел. И с утра начал тоже смотреть. Знаете, что они рассказывают? Хейтеры называют филиппинку, значит, голддиггером, что она вышла для того, чтобы получить там деньги. Ее муж там миллионер и так далее и там подобное. Ну, естественно, насчет мужа пишут. Ну, как тебе там 60 лет? Ты женился на 20-летний. Ты там старый. Ты такой, ты сякой и так далее и там подобное. И они удивляются и говорят. Почему счастье каких-то людей вынуждает вот этих троллей, хейтеров писать такие комментарии? Неужели они не могут так же порадоваться за то, что кто-то счастливо живет? Я оставлю название этого канала в комментарии. Вы можете посмотреть, какие они оба позитивные люди. Американцу этим летом исполняется 76 лет. Они вместе 16 лет. То есть, в отличие от некоторых штампов, что филиппинки уезжают в Европу, в Америку, бросают своих мужей, которые в возрасте. Она не бросила. Она живет с ним. Тем более, он не богатый человек. У него нет ни дома, ни квартиры. И работал он обычным водителем трака. Перед приездом они отправили деньги. Я как понял, что родственники построили дом. Ну, практически стены возвели. Но даже комнату, спальню не доделали. И вот когда приехали на Филиппины, имею в виду американец с филиппинкой, то они еще три дня жили в отеле, чтобы доделать хотя бы спальню. И вот доделав спальню, купив кровать, они переселились в этот дом. Я так понял, что пенсия у американца небольшая. Может быть, 900 долларов, может, чуть больше. Потому что 4 года он потихонечку приводил в порядок этот дом. У них, к примеру, в салоне, на кухне не было ни плитки на полу. Делают бетонные такие столы. Ну, чтобы там расположить кухонные приборы и так далее, и там подобное. Там тоже не было ни кафели, ни плитки, ничего. Просто бетон. Вместо стола они использовали флайвуд, то есть фанеру, накрыли там какой-то кленочкой. И вот так они жили и потихонечку, потихонечку ремонтировали. Ну, имею в виду, не ремонтировали, а доводили до ума дом. Участок всего был 200 квадратных метров. Так как это деревня, я имею в виду, это не город, им пришлось купить машину, мультикап купили. Ну, мультикапы недорогие, там где-то 180 тысяч стоит, 150 тысяч, 500, то есть 3-4 тысячи долларов, так ориентировочно. И знаете, сколько лет они живут вместе? Этим летом будет 16-е годовщина. Вы, наверное, догадались, что американцу в этом году уже, тоже, наверное, летом, по-моему, я сейчас не помню, когда у нее день рождения был, по-моему, так, или октябре. Да, 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 в сентябрь, октябрь ему исполняется 76 лет. Ну, а в Филиппинке, если ей было 20, то, скорее всего, будет 36. Чтобы сэкономить, Филиппинка стирает руками. Ну, американец тоже хороший муж, он говорит, тяжело, я помогаю, я тоже стираю. Ну, так как американца оперировали, он нуждается в лекарственном лечении, каждый месяц у него на лекарства уходит витамины 80 долларов примерно. Он молодец, ежедневно проходит 5 миль. Ну, естественно, выполняет разную работу, как говорится, мастеровитый мужчина. Вот эта Филиппинка, лично по моему мнению, она как образец. Вот образец Филиппинки, которая, несмотря ни на какие обстоятельства, осталась с мужем. Он на ногах, он ходит, но она за ним ухаживает. Я обратил внимание, что они сидели где-то, ну, в палисаднике или где-то подобие, и она ему стригла ногти на руках и даже на ногах, а потом взяла коломанси и чистила его ногти. Там, по-моему, вода у них не очень хорошая, типа ржавчины отдает. Естественно, они поддерживают отношения с родственниками Филиппинки. Ее отец, братья, сестры живут недалеко, где-то в 30 минутах езды. Дом они достроили уже практически сейчас. 130 квадратов метров. Со слов американца, на участок 200 квадратов и на этот дом у него вышло 20 тысяч долларов. Участок 200 квадратов метров. По-моему, 360 долларов где-то обошлось. 3600 долларов. Вот где-то вот такая сумма этого участка. Но они потом прикупили еще 200 квадратов в соседний участок. Расходы у них ежемесячные получаются, ориентировочно 700 с чем-то долларов. Но, со слов американца и филиппинки, американец очень много тратит на те продукты, которые он привык есть. То есть, идет мол, закупает, а в моле все дорогое. Ну, откровенно говоря, это химия. Я увидел то, что они покупают, все в пакетах, все долгоиграющее. Если покупать все на рынке будет намного дешевле. Цен, которых я помню, 2100. Интернет, дикап есть 5 долларов на бензин. До свидания, друзья. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...